И снова мы вместе. Здравствуйте, дорогие афонтовцы и, конечно, мои подписчики на канале YouTube, на голове садовой тётя Таня. Сегодняшняя тема – гортензия, но особенная. Черенкование осеннее. Если вы хотите всё-таки, чтобы у вас гортензий вот таких было много и не только таких, то займитесь черенкованием. Это всё легко и просто. На самом деле легче лёгкого. Покажу и контейнер, который нужно очеренковать, и покажу, как это сделать. Значит, пока будем говорить о том, что гортензия не так просто, как кажется. Воды надо много, однозначно. Почва должна быть кислой, однозначно. С золой известью не подходить, даже под страхом смерти. Вот цветки у гортензии бывают разные. Посмотрите, вот эти, значит, этот тип цветов называется фертильные. У них некоторые только цветут. Если бы основные цветы были бы стерильные, тогда это была бы либо грандифлора, либо вот такая метельчатая. То есть очень много расцветших этих цветочных почек. Запоминайте, стерильные – это когда много, красивый очень бутон, а фертильные – когда вот так разреженный. Но не в этом суть. Значит, что же впереди у нас? Зима, причем холодная, растения особенные. Гортензии есть древовидные, самые зимостойкие. Есть метельчатые, тоже зимостойкие, очень до 40 градусов. А есть крупнолисные, они 20-23 градуса выдержат, потом им придет кирдык, естественно. Поэтому, если вы хотите иметь цветущий куст, невысокий, каждый год прямо не знаю какой, то им надо сделать укрытие. Как это сделать? Для начала крупнолисная. Вы очень много напокупали таких гортензий. Поэтому слушаем внимательно. Крупнолисная гортензия. Сначала ей нужно обрезать точки роста. Вот убрать точки роста. Я не буду обрезать, потому что еще рано, но вот эти точки убрать. Потом закрыть ее в несколько рядов агроспондом или лутросилом, называется укрывной по-разному, замотать ее, и до холодов она должна стоять под этим укрывным. Когда наступает уже достаточно сильная холода, то есть очень низкие положительные температуры, займитесь ее уже подготовкой к холодной зиме. Вы размотаете этот укрывной. Листья у нее, естественно, опадут. Вот листья оставляйте всегда под ней. Есть растения, как розы, которые не терпят своих листьев у себя, вот в приствольном круге. А гортензии надо, чтобы листья были под ней. Оставили листья. Значит, каждую веточку обрезали и окунули в очень малиновый раствор марганцовки. То есть заварили ее, чтобы там инфекций не было. Каждую ветку, каждую вот ветку. А у крупнолистной это куст огромный, веток там много. Нужно покрыть воском. Под ней нужно засыпать слоем опилок сантиметров 15-20. Потом положить четыре доски, вот так, крест-накрест, вот так, чтобы у вас был квадрат такой. Взять мягкие веревки и каждую ветку привязать к этой доске. То есть сделать ее почти плоской. Представляете себе? Сделали. Сверху накрываем полиэтиленом и еще такой слой опилок. Вот теперь ваша крупнолистная гортензия укрыта. Вы еще ее хотите? Ну тогда делайте, как я сказала. Но сегодня это я к тому, что достаточно сложное растение. Но если вы поухаживаете хотя бы немного, и у вас метельчатые и древовидные гортензии, тогда проблем нет особых. У гортензии, конечно, подмерзает ее корневая система. А почему? Да потому что у нее корни поверхностные, как у смородины практически. Вот они все наверху. Но это хорошо с одной стороны. Укрывать обязательно, вот это плохо с другой стороны. Значит, верхняя часть у нее, как правило, сильно не обмерзает. Если вы соберете их все вместе, свяжете в пучок и натянете на нее там два вместе сахарных мешка, для нее это вот так укрытие. Вот правда. И ветры будут гаситься, и холода не будет столько. И, скорее всего, она сохранится очень хорошо. Значит, и осенью, конечно, черенковать гортензии можно. Конечно, возникает вопрос, а что делать с черенками? Да что с ними делать? Домой везите, сейчас покажу, в какие горшочки, как их посадить, причем по нескольку штук, и у вас все получится. А теперь внимание. Значит, если у вас древовидная гортензия, тогда вы отрезаете только вот череночек 15-20 сантиметров. Если это метельчатая гортензия, тогда берем побег нецветущий. Послушайте меня, нецветущий. Вот он побег, и одну третью его часть, вот одна третья часть мы можем использовать. Вот так отрезаем. Никакого урона мы не нанесем абсолютно. Отрезаем. И посмотрите, что мы будем делать с ним. Все очень просто. Значит, начнем с верхней части. Нам нужно разделить на три хотя бы, да? Должно быть две пары листьев. Вот раз-две, раз-две. И вот остается вот так вот. Мы попробуем им это сделать. Разрезаем. Вот там, где у нас будет корень, у нас очень как бы места маловато должно остаться. Почти у листьев. Так, не очень удобно стоя. Но я попробую показать все правильно. Теперь смотрите внимательно. Сначала отрезаем вот эти нижние листья. Они нам не нужны. Видите? Вот отсюда пойдут корни. И разовьются тоже растения. Эти листья складываем вот так и обрезаем наполовину. Складываем вот так и обрезаем наполовину. А теперь внимание. Смотрите. Нижняя часть должен быть косой срез. Косой срез. Но он должен находиться сантиметр около нижних обрезанных листьев. Вот так. На косую. Видите? Косой срез. Верхний срез также сантиметр-полтора от листьев, обрезанных наполовину. Вот так прямо. Видите? Вот так должен выглядеть черенок. А теперь все очень просто. Дальше. Просто техника. Вот есть такие контейнеры. Это 0,9. Есть вот такие вкладыши у них. Обратите внимание. У них есть пяточки. Видите? С одной стороны четыре пятки. А с другой стороны все гладенько. Вот этими пятками укладываем туда вниз. А зачем? А вот посмотрите зачем. Они стоят на контейнере. И здесь есть расстояние. Полмиллиметра. Но это позволит туда входить воздуху, кислороду. А оттуда выходить лишние влаги. Обязательно используйте вот такие специальные контейнеры. Потому что пластиковые стаканчики ваши прозрачные, они не выдерживают вообще никакой критики. Теперь берем совочек. Ну, я так вам как бы, да, понимаете? Показать быстро, чтобы вы понимали, что вы делаете. Постарайтесь, конечно, без дождевых червей положить туда земли. Уплотните ее. Примерно так. Сейчас я доделаю остальные черенки. А вы внимательно смотрите, как это делается. Вот. А я буду рассказывать, что... Обрезаем листики. Значит, обрезаем сразу косой срез. Делаем нижний. Вот он. Значит, убираем здесь лишнее. Так. Теперь листья пополам. Слишком большие листы. Такая маленькая растеница, лишенная корней, оно просто их не вынесет. Значит, и еще последний черенок, который у нас самая макушечка. Мы так же делаем листики. Так. Ой, какой у нее сок вязкий. Вот тут коротковато, но все равно на косой. Вот еще. Не бойтесь, ничего страшного не будет. А вот макушечку мы не трогаем в данном случае. То есть вот эти листья оставляем, эти наполовину. Вот еще один черенок. А теперь нам надо это все отправить в почву. Постучите. Вы же на даче будете делать. Ну, или дома, какая разница. Все, постучали. Почва у нас подсела. Разомните. Все комки там не нужны. Желательно, конечно, бы смешать с песком наполовину. Но вы знаете, это все отнимает массу времени. А теперь вот так, под 45 градусов. И очень сильно уплотнится. Сейчас я достану еще два черенка. Вот так. И теперь пальчиком сильно придавите там, где у нас бывшие листья. Вот эта обрезка. Вот придавите пальчиком. И вот так с этой стороны. Посмотрите. Конечно, нужно полить. Это тоже обязательно. А теперь, внимание, вы это увезете домой. Поставите сюда какую-нибудь блюдце. Оденете в полиэтиленовый пакет. Блюдце можете прямо туда отправить. Не под пакет, а прямо внутрь. Оденете полиэтиленовый пакет. Слегка его завяжете. Слегка. Чтобы все-таки выход был воздуха. И поставите на солнечное окошко. И в течение всей зимы вы внимательно будете смотреть за этими растениями. Обязательно помните, что если на окне очень холодно, нельзя, чтобы подмерзала почва или листья. Вот обязательно окно закройте там бумагой, газетой. Но не все окно, а вот то место, где самый холодный воздух, это внизу. И каждый день подходите и смотрите. Не забывайте, что влага ей крайне необходима. Никакого пересыхания почвы быть не должно. И я вас уверяю, что к весне вы получите три великолепных, с хорошей развитой корневой системой растенеца. А есть еще один способ. Но он гораздо проще. Такая гортензия, да любая из них черенкуется. Помните, я вам так говорила, что корневая система, прям поверхностно, прям все так здорово. Возьмите, откопайте лопатой ее корень. Он примерно будет вот такой, у такой молоденькой гортензии. Разделите его на три части. Ну это сантиметров у нас 50, да. Разделите на три части, на каждой должно быть. А там увидите такие узелки, почки, из которых потом побеги вырастают. И вы каждый отросток посадите в отдельный горшок. И я вас уверяю, вы можете это сделать, не обязательно везти домой, если это корень, если это корневое черенкование. Просто посадите в землю, просто там, где гортензия должна расти. И поверьте мне, что весной рано все ваши почки проснутся и вырастут. И вы будете обладатель вот такого количества гортензии. Хоть на рынок идите. Я вас убедила? Я надеюсь, что да. Я всегда рада вам помочь и рассказать все секреты, которые я знаю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!